ну ребята вы давайте так вы можете расходиться сегодня больше ничего не будет просто мне дали 1000 рублей за это всем привет друзья с вами снова я бига в предыдущем обзоре мы распаковали новую и бимен и балл и как известно все морским обитателям дети могут заморозить целый океан а это улететь чужие это не сделали тыща в этом видео мы познакомимся с необычными русалками заточенными в ледяных глыбах это зимняя коллекция под названием в интервей в первом видео про русалочек мермейс интересно насколько же должно хорошо солнце под водой светить чтобы загар такой был ведь я распаковал зимние кишика не рассказал про закрытие этого бренда в связи с чем на амазоне на этих кукол были очень хорошие скидки и поэтому я решил пополнить свою коллекцию русалок три последние девушки это новые персонажи встречайте фэшенебельная криста бэлла гламурная гвен манро и дерзкая гота нет для взлет донаты летят как из пулемета на 10 минут сайт что ты от меня хочешь там какие-то эра перевернув коробку у каждой куклы мы можем увидеть модельную фотосессию в деталях и групповое фото зимних русалочек а также описание коллекции по мерцающим морям где песок сверкается зимние волны разбиваются открывая новых друзей сказочными искорками в хвостах а и не пойти окунемся в русалочью моду мир мэйдж а именно креста прозрачные хвосты а белые кристальная красавица на свободе вы только посмотрите она даже танцует от счастья ахренеть кукла мне очень понравилась у нее длинные качественные волосы не то что у эйби третьего поколения эйби время не теряла она пригрела шубку кристабеллы и очки сумочку мне кажется очень даже идет а вот плавник у этой русалочки довольно таки тяжелый несмотря на то что кукла предназначены для детей старше четырех лет охренеть все равно контр-страйк кстати младше четырех лет такой плотный и утяжеляет саму куколку кристабелла глубоко заботится о своих друзьях и любит изучать историю смены цвета хвоста у русалок а хвоста нихуя а чё у них цвет меняется я люблю изучать историю смены цвета в нетфликсе в нетфликс историю и вправду интересно как это так получилось что у русалок вместо обычного рыбьего хвоста какие-то платьюшки и джинсы гидро это же еще хуя ары у кристабеллы самый смуглый скинтон с вкоплением блесток темный скинтон сочетании с белоснежными волосами смотрится шикарно как вы видите кристабелла намного темнее шанель шанель донаты летят как из пулемета смешное разоблачение нашей на примере с виртуэлл она самая смуглая среди всех моих блять да не донатьте мне вы серьезно блять в особенности вот этот он каждый стрим приходит и каждый стрим я говорю я знаю блять это пиздец или загуб спиздил у тебя идеи трека ахуя первые минуты и поймешь телеграм подпишись посмотри ты смотришь ебаную леди сиськи тряску экстрим слоя фимбоя за тысячу мгновенно а леди баг за тысячу еле вспоминаешь нихуя я откладываю есть блять я пока смотрю одно видео на камни накидывают еще были не кидайте мне видео блять я должен и так слишком много видео юмор это интеллект куда нажимать лол омж вот такая куклы тут смотрим блять качественный контент хватит а на силу эти кирилл баранов после вашего видео про counter-strike 2 я решил удалить все нормальные игры и игра только в кс-2 что не смотрел вывод вообще противоположный и смотрел в обратном воспроизведении статическая красота белые волосы с зеленым люрексом заплетены высоких волос для рейдоте четко особенно своими металлическими кольцами у арианы гранды тоже была такая прическа нарисованный baby hair темно карие угрюмые брови вот это я осуждаю кстати мне вообще непонятно мог мода с этими baby hair ами где вот тут такие советушки еще блять не обливать они отны носик красивые ушки кстати у мир мейс молд повторяется у кристабеллы светло-сиреневые вставные глазки длинные ресницы стильный макияж потому что в комплекте у нее есть палетка в форме кристалла и когда мы ее откроем увидим настоящее зеркальце и четыре цвета в тон ее теней а также у куклы с кисточкой с держателем чтобы мы сами могли ее подкрасить уникальный блеск для губ с градиентом из голубого до фиолетового цвета а также у куклы есть серебряный маникюр и лак для ногтей чтобы также мы могли его подкрасить но он трясал гумер все но вот об этих куклы с очень реалистичные и выполнены из резины именно у зимних русалок они не жестовые кристабелла носит темный блестящий вязаный топ с рубашкой обманкой и отдельными белыми рукавами манжеты подкручены и создают эффект рубашки у нее большие серьги кольца и ожерелье чокер со снежинкой хвосту кристабеллы очень красивый мне кажется вначале он имитирует штаны с нашивками виде кристаллических снежинок даже есть пуговка и промолдированный кристаллический пояс а потом хвост резко становится полупрозрачным и в специальной кристально чистой водичке плавают снежинки с блестками это очень залипательно как те самые снежные шары которые обычно ставят на новый год охренеть и залипательно смотреть как плавают эти сиреневые снежинки а вот плавник напоминает кристаллы с пузыриками воды на кончике хвостика кстати кристаллы тоже присутствуют и поэтому мы видим такой красивый органичный перебану главник хоть и полый но очень тяжелый выполнен из плотной резины и наверное сделан для того чтобы куколка с легкостью шла на дно но для меня это кукла коллекционная осуждаю блять или не осуждаю че не погружала бы ее в воду потому что некоторые детали могут испортиться креста было на подводной неделе моды в антарктиде прикупила себе курточку такую вот металлическую розового цвета меховыми вставочками на самом капюшоне им интересно но даже впитывает вставка это меховая впитывает воду у нас же не так будет работать анжетах а также на курточке есть помпон и сумочка на цепочке через плечо выполнена из пластика к сожалению она не открывается и не особо вместительно для аксессуаров также здесь есть декоративный жемчуг сама сумочка вот тут задумался знаете чё откуда вот у адама и я вы были пупки вот тоже самое мне интересно вот кто ее родители как она родилась к лавандового цвета стильные очки кошачий глаз серебристой оправой и розовыми стеклышками у мермейс мермейдс модельные лица и мне кажется не очень когда их прикрываешь очками в комплекте помимо косметички есть сиреневая приставка где креста было играет в игру с ракушечкой а также черная чашечка чтобы распивать чаек в компании роскошной гвен сравнивая куклу с промо фото и прототипом на коробке мы видим что изначально продумывались карии глаза но в итоге гвен решили сделать идеальной голубоглазой блондинкой коробка у нее такая же как и у всех зимних куколок поэтому давайте приступим к распаковке зачем его связали и кто связал я в плену держу какое приятное качество я смотрел порнографию любит макияж и делает его своим друзьям а также она работает спа-салоне локоны и хвосты локоны закручу с легкостью тебя преображу женственная гвен на короче там ее тарабанила сразу человек 10 2 и запихали в рот а еще двум по бокам было скучно и они просто брали ее волосы нахуй наматывали марлин монро только с длинными волосами передние пряди закручены люрексом а русые волосы собраны в расслабленные жгутики кстати волосы гвен по материалу напомнили волосы кэнзилышес они даже под свету похоже гвен вставные голубые глаза радужка очень реалистичная а на голове собрана привет пятерка как дела а боже что а ты что смотришь у и бляфу гавна французский колосок или же коса рыбий хвост нюдовый макияж корей густые брови прорисованные и вставные пышные реснички пухлые губки подкрашенные ярко-красной помадой на лице гвен очень много хайлайтера бушках серебряные сережки кольца с подвесными розовыми капельками цепочки этих подвесок промолдированы так что они обкручивают обруч внутри на утонченной шее гвен красуется блестящее колье состоящее из полупрозрачных кристаллов она носит расклешенная белая блестящая платьюшка шубкой на подоле сетчатыми перчаточками значит господа я не помню я вам рассказывал свою теорию то что в какой-то момент произошла ошибка и на самом деле мальчики должны покупать себе кукол а девочки должны покупать машинки вот я вот реально вот так вот задумался смотрите если все детство и всякие игрушки это подготовка к взрослой жизни да то какого хуя я играл в машинке в детстве но сейчас я одеваю куклу ну типа у меня есть вот кукла я ее одеваю я ее раздеваю я говорю пойдемте чем купим вот блять вот я одеваю потом говорю слушай давай раздевайся вот но это какая-то хуйня и то же самое женщины типа я вот наблюдаю да вот за общим мирозданием женщин это лучше в машинах разбираются потому что они по машине сразу оценивают ну к этому стоит подкатить блять еще за хуйня получается мне кажется самого детства просто девочки должны играть в машинке ну это мальчики в кукол играть должны чтобы подготовиться к взрослой жизни чтоб научиться сразу как лифчик расстегивать все такое шутка то приходится чё чё прикру как парням приходится мама ушла нахуй без быстро бежишь в ее шкаф берешь лифчик на подушку натянул и и тренируешься на скорость чтобы потом не опозориться блять да уже в момент x тренируешься мамин этот лифчик блять расстегиваешь блять опять застегиваешь нахуй опять вот нахуй она надо если бы я мог бы эту куклу купить и все для тренировок кай поверх платья клеенчатый корсетик который тоже снимается уже здесь не было платье то увидим что у гвен есть розовая буа комплекте мягкая как облачка шутка и пушистая розовая сумочка с голубым бантиком хвост у гвен очень красивый мы здесь видим такие вот закрученные серебряные узоры них у и он полностью покрыт блестками также блестки есть и внутри хвоста по традиции зимних кукол мермейс не у меня такой объемный и с шарнир почему он еще раз не поминаю фасон платья русалки не так как вен звезда внутри ее хвостика плавают сверкающие символы комплекте есть маленький красный лак под цвет ее маникюра а еще блеск для губ красная помада и маленькая кукольная тушь для ее пышных ресничек образ нашей гламурной леди дополняет голубые очки я я уверен что существует порно куклы вот такие вот только с пенисами с дырочками такой есть пожалуйста ссылку мне просто и цветочками также блестящая розовая кружечка чтобы попить кофеечек в перерывах от съемок и шалфон в голубом чехле ухты гвен здесь переписывается с нерой мира теперь твой выход уже плыву имя нера имеет глубокий смысл и происхождение она происходит от греческого слова неро что значит вода это не так же латинское происхождение что означает черный или тьма подожди а почему там написано него чё за хуйня вообще это имя имеет также латинское происхождение что означает черный или тьма что отлично подходит нашей готической русалочки давайте поймаем волну и его его и по лире распакуем эту куколку если откроем коробочку снизу то увидим подставку также в комплекте есть инструкция по смене цвета плавника а ахренеть вот это круто разных размеров для куклы с одеждой и без нера выплывай ну в принципе нам и не нужна эта часть красавица на свободе теперь мы можем подвигать плавником какое у нее красивое лицо и стиль смоки айс шуба на ощупь как подарочные кролики брелки коса девичья краса очень длинные волосы у нашей русалочки так кто писал то что эти русалки родились из из как его из икры соседи хуй потому что у нее есть пупок значит она млекопитающие и короче сосите нахуй у него вон пупок она то есть это она внутриутробное зачатие было то ли но каким образом это то есть произошло в нера супер дерзкая и красивая идеально дополнит коллекцию добро пожаловать не сдержалась и стала год к а еще у есть сумка куда можно убрать всю эту косметику наконец-то чем кукле это мой лак бокс под маскина она получается маникюрщица у нее и фиолетовый и желтый лак каждый лак еще открываю зеля розы источка окрашена под цвет лака ну конечно же у каждый мир мэйс есть тушь потому что у них красивые наручные реснички что-то с этой с нерой мало дерзкая готическая русалка о чем нам и говорит ее стиль какая готическая я ничего не вижу я только вижу что у нее шуба охуенная которую я бы хотел даже самыми темными эмоциями раньше я была полной идиоткой просто все время старалась угодить другим людям но как только я приняла свою внутреннюю готическую натуру все встало на свои места и теперь это дерзкая девчонка которая не сдержалась и стала годкой но я бы не сказал что она совсем готическая у нее присутствуют розовые цвета например как в образе дракулауры может это не совсем годка а больше эмо нера напоминает одну из сестер storm из школы shadow high из-за своей шубки и темно-фиолетовых волос кстати давайте рассмотрим ее стильную прическу длинные темно-сиреневые волосы словно ночь с люрексом как звезды заплетены в жгутики резинки умело замаскированы прядями волос а также торчат вот такие залакированные прядки а это опять же ловить я понял мне кстати тоже нравится эта фишка и никак не могу повторить ее на своих куклах эти пряди забавно торчат я на себя будто усики и леди баг передняя прядь заплетена в длинную косу завлекал очку у неры бледный скинтон и также какую гвен местами я замечаю вот эти вот перламутр так давай ее сюда на конечно у меня есть самый главный вопрос в комментариях прочитал нихуя сечу это у тебя ты первым делом реально потому что но после того стрима тут как бы а какого бляда там охуенно было уже доскинки нахуй это тут еще по переступать ёбаный рот а я рассказывала я соски проколола покажи ну потом она выйди покажи и зайдем чтоб реакцию ты услышал ну и чё как вообще было больно нахуя ну нахуя больно ну да ну просто было чуть чуть больно так неприятно некомфортно не так типа терпимо но самое отвратительное что было это когда мне прокалывали вот игла входила был хруст вы прямо у девочка которая со мной была подруга она честно не потеряла этого еще биздец а чё там кости ну нет просто ткань разрывается ты оба сосища ну да так один этот кринш так а сколько она будет зарастать но она уже так мы первые две недели первое зарастает как самое основное заживает а там уже полгода что такое ебать так оболятся сище нет они были от первые пару дней первые там не гулять я тоже себя хочу ебануться это это боль не но я только одну ему ну кому как брокер у меня было бы не проколол а где у тебя нет меня было проколол твой шрам даже здесь точки видишь а да это хайп это херена что чем показалось 100 процентов какой ты слушай давай букву меня тут диляра в гостях иди там играй в свой этот нахуй counter-strike 2 или чё там тебе не стыдно кирилл чё мне тройничок обещали не стыдно встречаться с человеком который играет в counter-strike 2 что ты играешь в это позоришь а то кирилл играет в это позоришь ну ты конечно даешь блин не ожидала тебя такого он реальности вчера играл прям вот ему понравилось бук давай это нахуй отсюда да не правда это рассказывай диляра это невыносимо я уже не могу что я хочу пожаловать им я жаловаться не могу блять они мои обидчики у меня есть имя блять которое мне дали при рождении из что она диана диана можете назвать меня диана дианус мне пухли вообще диан очка мне вообще поебать ну блять не делара и неделя вот у меня вот сезон диляра ассоциация будто бы вот идет корова и у него борьбу ход бляди ляра это пиздец короче ну да я придумал вот он придумал она подхватила и уже почти год они меня так называют это пиздец а самая блять ужасное что я откликаю это просто где вкусно пахнет спасибо это пук можешь выйти пожалуйста он тебе жаловался что от него нет конечно я бы такое никогда бы не сказал в жизни не заметил что от тебя сегодня обычно блять говном да вот я тебе об этом и говорю ногти новые смотри ты жената я хотел тебя спросить серьезный вопрос насколько ну достаточно серьезный я подозреваю как бы читаю комментарии у меня есть глаза вот этот вот но я убедился что у меня есть глаза когда вот и последний стрим у молшера с вашим свиданием я посмотрел там мною у меня глаза как бы прям они более настойчиво смотрели этот стрим чем обычно ну скажи честно вот ну у вас да вообще-то же это как ты не знаю это свидание это для хайпа сделано но это было все искренне так а потом он начался дебоширить жестко что это он еще многое повырезал со второй части то что на пусть и выше у него вышла на бусте видео если что если хотите посмотрите вот вторая часть из уход видео вторая которая там пиздец и он даже самое ужасное повырезал там есть что посмотреть ну там да да я так гляну секунду просто у меня есть подписка на на какой вот момент конкретно ты хочешь чтоб я перемотал там больше вторая часть видео именно вторая половина второй части всем 27 а те забыла свет выключить и ну там листа периодически что-то будет такое крутое там под конец я прямо это психо ну а что вот это сейчас ну вот я это нормально еще начало сейчас я то что я просто хотел приблизить что там за хуйня происходит где почему это что такое я не понимаю чем ко мне лезет он пьяный может он пьяный да наверное а ну а что было в конце ты убежала просто смотри 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 ты смотри но я не хочу у него забирать пусть а ну ты не смотри тогда я скажу ну я хочу самое интересное самое интересное пока нем проживаться показывает он домогаться начал вот под конец жестко но вот сюда прямо можно и сюда там да там какой-то ужасный он же щипа вырезал я не смотрела мне стыдно знаешь то что я дружу с этим человеком слушай но я я могу и в его защиту кое-что за что но то что там как тебе объяснить то есть я я вполне возможно могу понять ну почему он вот перевозбудился и начал лезть это сейчас оправдание нет я говорю что я могу понять суши по-твоему надо уже пора тебе там катка нахуй не ну слушай ну тут вроде он нормально я не понимаю он что-то повырезался на вот как джентльмен он там вот развивали вы все вот руки во 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 что что смешно смотри почему мы не можем что-то новенькое ты видишь какое-нибудь ебало а поднимать не смотри еще раз сейчас посмеешься еще и они так 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 вот это восприятие не просто челики сняли какой-то скетч восприятие как ты знаешь не смотришь на каком-то актера в фильме и видишь его другим человек а что что здесь случилось за кадром а там пиздец случился я даже говорить это ну я не знаю наверное это нельзя даже вот это вот так работает а вот так это ужасно мне стыдно что я на любительские какие-то сериалы фильмы и скетчи я не раньше знаете вот эти все короткие снимают на серьезном ебали серьезными намерениями я никогда в общем ребята спасибо большое что спасибо большое что короче пишите в комментариях чтобы вы хотели чтобы ну скажи но я как топовый шипера но я бы хотел бы конечно какой-то подобный контент скажи я бы то есть вы больше не будете с ним общаться но я нет я не хочу но мне стыдно что начал орать не и насчет он встречаться при каких условиях это компрометирующий вопрос не не а второе там было еще он говорил что второй вопрос то что если девочка не готова ради любимого мужчины дать ему в попку спрашивают ну да не получается только он ради просмотров ради ну да ради хайпа то что вот оператор блять слава богу ребята вы меня успокоили почему а нахуй ты к нему вообще вот приходишь ну да не знаю он меня позвал я пришла он тебя давал за это деньги ну сказала приезжай глину месить и он что-то достает блять реально глину какую-то ебаную ну я я хотела уехать а чё ж ты туда а ты может быть там на стриме бы подавала бы знаки типа знаешь вот эти типа я в заложниках я хочу уйти что хотел но он тебя вообще вот как вот просто как мужчина вот именно вот в биологическом плане он тебе нравится или я лучше все-таки куда мне сонечка нравится пока я чуть не понимаю а ты была в трусиках у тебя да какого хуя фокус только на тебя да потому что надо сменить объектив пиццу заказали вот пиццу мы заказали а я колбаски с орешками принесла блин класс блин что за хуйня я ну сейчас приехала а что за хуйня этим же заниматься что и вы игоря на стриме хахахах ну я вообще должен слушай досмотреть вот это видео мне просто тысячи рублей ну офф и стрим записываем синячки девчонки просто ходили в салон как гвен и передержали патчи у неры каштановые брови с прорисованными белыми волосинками таким вот незаметным переходом и особенностью макияжа это глиттер под бровями впервые такое вижу и мне очень нравится слушай ты мне мешаешь да ну я смотрю ты можешь нормально да то есть мешаешь просто слушай у неры такой рокерский смоки айс блеск для губ черный маникюр годки чай в любимой кружке и листаем ленту инсташелл а еще в комплекте есть черная сумочка клатч с шипами которая отлично дополняет ее готический образ неры носите 4 топ с рукавами из-под топика выглядывают бретельки бестие а чё ты тут делаешь у тебя там овервотч а ну ты там же играла в что-то овервотч там или во что-то я не знаю я закончила а чё ты хочешь чтоб я ушла отсюда тут вопрос ты хочешь чтоб я ушла отсюда ха-ха-ха ахахаха ахахаха это что это у тебя модератор да 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 ну нормально не хочешь я могу с него да давай снять модуль ну да да не ну я просто когда к моим гостям так относятся то я бы ну так а у игры тоже самое было меня жирные назвали он мод руку снялся охуеет заблобировать его надо такую розовую шубу жемчужным поясом из бижутерии черный чокер что ты хочешь смысле не вот эту чё делаешь мне нравится что она не мне тоже бы если она выйдет я боюсь да нет и чё сидит тут пуксик ну я просто не внутренне дверь что-то тут стоишь ломаешь можно я досмотрю видео и мы можем но как бы что ну уже пойдем там пиццу покушаем все досматриваем пошли всем пока ребята мы пошли уже вы охуели что без меня не смеете да ну ладно серебряными цепями и серьги кольца с шипами ах и нере необычный хвост вначале он представляет собой пояс с шипами и пряжкой форме сердца на середине он полупрозрачный как у всех зимних русалок а внутри плавают звездочки плавнику нейрокристаллический с переходом из белого в синий курилку забыла а значит самое время поморозить свои плавнички и увидеть магию color change начнем мы с кристабеллы так девчонки подвиньтесь погружаем эти кристаллы кстати сзади плавник цвет не меняет согласитесь цвета очень хорошо сочетаются с ее шубкой но что звезда твой шанс градиент и сиреневый красота русалки с антарктиды которые любят ледяную воду зонеру мне было очень интересно потому что тут два цвета как ее шуба холодно-сиреневый всегда мечтал встретить русалку вживую а вы друзья лично моя то сбылась я просто в восторге очарован этими зимними русалочками мир мэйс вот мы и погрузились в моду чудесных неповторимых кукол мир мэйс мэр мэйс это на самом деле неповторимый проект и нам остается только гадать почему этот бренд закрыли напишите свое мнение в комментариях как вам русалочки кто понравился больше фэшенебельная кристабелла гламурная гвен или дерзкая нера мне в сердечко запали все поэтому жду ваши лайки и поддержку помните что ваш комментарий помогает развитию моего канала а если вы здесь новенький то обязательно подписывайтесь и мы вам рады и еще совсем немного до миллиона нужно переплыть я буду очень счастлива золотой кнопочки потому что вы мое самое главное сокровище спасибо и внутри вас самые большие дары и таланты которые нужно раскрывать как и показывают это крутые русалочки мир мэйс где бы они не были они всегда выглядят стильно модно и сверкают как их необычные хвостики навряд ли мы встретим будущем таких кукол поэтому если есть возможность скупаете их по скидке я думаю что в будущем они будут очень редкими и многие захотят себе таких куколок ведь они крутые детализированные вы сами видите как качественно они сделаны я рад что такие куколки будут сверкать моей коллекции оставайтесь вместе со мной чтобы увидеть новые обзоры на моем канале обязательно всех вас очень люблю ума крепко обнимаю увидимся в новых видео